Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я сейчас покажу, как вкусно сделать хороший острый соус наподобие острого соуса чили или шри рача. Кстати бы, если вы хотите узнать, как сделать вкусный острый соус шри рача, ссылочка для этого вот здесь, сверху. Рецепт очень простой. Самое долгое, это, конечно же, обрезать хвостики у перчика. Сейчас я все хвостики обрезаю и перчик кручу на мясорубку. Перчик, если он совсем сильно грязный и землей, его, конечно, лучше помнуть. Если перчик так вычистить, как у меня, его можно не мыть. Все равно он будет ферментироваться и все это дело уйдет. И теперь я на мясорубку с мелкой решеткой измельчаю весь перчик. Легко и быстро я перекрутил на мясорубку с мелкой решеткой полностью весь перчик. У меня его было больше 10 килограммчиков. Теперь я выбрасываю это все в пластмассовое ведро. Это ведро называется ферментер. Я обычно в нем делаю хорошее домашнее пиво. Если вы хотите посмотреть, как легко, быстро и вкусно получается домашнее пиво. Смотрите, ссылочка здесь сверху. Пахнет вкусно. Попробую, насколько эта вся смесь острая. Она почти не острая, на мой, конечно, взгляд. Ее можно есть вот такими большими ложками. Для того, чтобы острый соус чили или какой-то особенный острый соус получился классненьким, у меня есть немного свежих пивных дрожжей. Они мне остались после варки хорошего домашнего пива. И поэтому я их добавляю вот сюда. Если у вас нет пивных дрожжей, дикие дрожжи, которые были на поверхности самого перчика, если мы его не мыли, вполне сделают свою работу. Но у меня дрожжи есть, они очень вкусные. И весь процесс ферментации перца пойдет намного веселее и быстрее, когда здесь будет уже специальная культура дрожжей. А теперь я добавляю в свежий острый перец еще вот это. Это мой инвертный сироп. Он добавит ту сладость, которая поможет быстро стартовать дрожжам пивным и перчику и поможет ему запустить процесс ферментации. Это очень важно, потому что в самом перце, конечно же, очень мало сладости. Это не яблоки и не груши. Здесь нужно добавить вот так. Как правильно и быстро сварить инвертный сироп. Ссылочка вот здесь сверху. Фермент. Че ты там уже бухнул, скажи? Ферментер. Я накрываю крышкой. Медленно тазом ты накрываешь, а не крышкой. Вот эту бочку с острым перцем я накрываю крышкой и ставлю в теплое место. Сейчас запускается процесс брожения. Я сюда добавил инвертный сироп и пивные дрожжики и поэтому будет хорошо ферментироваться сам перчик. Этот процесс будет длиться дней 6-7. Каждое утро и каждый вечер смеся будут перемешивать. Острый перчик для соуса ферментируется уже ровно 7 дней. За это время я еще два раза добавлял красного острого перца, потому что тогда его не было. И сейчас уже самое время отсаживать гущу от жидкости, потому что вот так уже ничего не прессуется. Если еще днем потерпеть, подождать, тогда уже вся гуща отпустится на дно. Из двух сковородочек соуса получилась вот такая одна маленькая порция хорошего густого острого соуса. Теперь я его попробовал и сюда нужно добавить соли и сладости. Я добавляю сюда инвертный сироп. Вкус получился очень хорошенький, остренький. Он когда остынет будет еще немного погуще. И сейчас я уже здесь разогрел крышечки, а баночки я прогрел в духовке и начинаю разливать. Из 18 килограмм перца получилось вот всего 2,4-6. 6 баночек и половинка прекрасного острого соуса, который очень вкусный. Я думаю это будет прекрасной альтернативой соусу швирача. Готовится намного проще, но такой же вкусный и острый. Жмых от острого соуса из красного перца я уже нагрел до кипения, хорошенечко его посолил и добавил сюда инвертного сиропа. Таким образом, та кислота, какая я здесь была во время ферментации, она прекрасно сбалансировалась и смягчилась наверхным сиропом. Соус стал намного мягче и приятнее. Он минут 5-10 хорошенечко прогрелся. Температура самой гуще уже больше 100 градусов. И теперь я, как и всю консервацию, его буду закрывать в банке. Острый соус уже готов. Вот эти маленькие баночки, в них жидкий соус, я его буду использовать для мясных блюд, для домашней колбаски. Он очень острый и благородный. А вот эту густую часть соуса я буду использовать везде и в первых блюдах, и для того, чтобы приготовить овощи. Здесь как раз самая, самая сочная и густая часть острого перчика, которого у меня получилось очень много. Это будет очень вкусно. Друзья, готовьте по моему рецепту. Пишите в комментариях, какие соусы любите вы. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Ставьте вот такие огромнейшие лайки. И помните, кухня это самое спокойное место. До свидания. До свидания. До свидания.